Девушки отдыхают 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 в успехе. Вот смотрите, не так давно у нас здесь был председатель правительства Кировской области Александр Чурин. И вот он не очень был доволен генпланом. Ну, понятно, что у правительства там свои претензии, они больше относятся к крупным объектам типа строительства третьего моста. Что касается тем, которые обсуждали вы? Ну, можно начать с какой-то темы, с зеленой темы. Ну, давайте, да, давайте по озеленению. Ну, мы изучали второй раздел, и там уже, так скажем, были конкретные мероприятия по генплану предложены. Мне понравилась, с одной стороны, структура, что на самом деле генплан в части структуры неплохой. Там затронуты и туризм, и озеленение, и инженерная инфраструктура. То есть он достаточно наполненный. По зеленым зонам главной претензией, наверное, было то, что в рамках генплана предлагается разделение, так скажем, города на пять центров децентрализации, и у каждого из этих центров имеется свое крупное зеленое ядро, будь то Порошинский лес, ну, другие-другие места, и они удалены от населения, то есть от пользователей. Предполагается в генплане, что люди должны, так скажем, от места своего проживания, чтобы провести время на природе, ну, должны куда-то целенаправленно ехать. И это заведомо, так скажем, безуспешная идея, потому как, ну, это просто не соответствует ежедневным сценариям нашей жизни. То есть это не в шаговой доступности. Не в шаговой доступности. Так, если я верно понимаю, я правильно понимаю, что город просто поделен на пять секторов, и у каждого сектора по окраине его какой-то зеленый массив. И это все? И это все. Ну, просто в самом таком пригородном массиве, кроме каких-то точечных маленьких участков. Если, вот, не буду говорить, так скажем, очертя голову по этому вопросу, предусмотрены там различные формы, но, так скажем, процент выполнения озеленения, он в первую очередь предусматривается за счет перевода, так скажем, смены назначения земельных участков, вот, а по существу для улучшения, так скажем, экологии, там, улиц, дворов, каких-то особых изменений не запланировано. То есть, судя по тому, что мы изучили по документу, основная часть изменений планируется на бумаге. Вот, мы хотели все-таки включить такие предложения, которые по существу помогут улучшить ситуацию и с досугом, и с экологией в городе. И, в принципе, многие вещи, они междисциплинарные. То есть, мы когда обсуждали наши предложения, они касались не только, так скажем, деревьев, там, высадки кустарников, еще чего-то, они касались и городской инфраструктуры в целом, в частности, ливневой канализации, да, то есть, можно снижать нагрузку на существующую ливневку, там, обустройством дождевых садов, там, собирать в них в первую очередь, там, воду. Как звучит красиво, а, дождевые сады. Да, ну, там довольно простая концепция, делаются правильно земляные работы с разуклонкой, и в самом нижнем месте высаживаются растения, которые могут подтопляться, которые могут... Которые любят влагу. А город Киров, кстати, приспособлен к строительству таких объектов уже сейчас. Причем это... Да, это является таким стратегическим, то есть, можно попробовать прямо сейчас, прямо сегодня выйти, высадить в некоторых местах и посмотреть, как это будет работать. Внимание было уделено, так скажем, шумозащите улиц, безопасности. Здесь мы тоже предложили использовать зеленые технологии, и вместо убогих оградок, которые предлагает, там, на данный момент нам администрация города в Генплане, все-таки запроектировать преимущественное применение зеленых технологий, то есть, шумозащитные полосы, сплошная высадка кустарника, если уж они так беспокоятся об экологии. Вот первые водяные осады... То есть, вместо серых заборчиков зеленые изгороди. Да, ну, вспомните, как у нас выглядит эстакада, которая была построена буквально недавно, какие там шумовые экраны, а вместо них для жителей района могли бы быть высажены крупномерные деревья, например, в перемешку с кустарниками. Но они вырасти еще должны, это деревья, их же большими не посадили. Можно посадить такие. Можно крупномерные, конечно. Съездите в Москву, посмотрите, как парк Зарядье сдавался, как ведется благоустройство, там, в городской улице. Главное, чтобы не получилось так, как с этими пересаженными голубыми елями, которые... Которые они... Не стали, да. Надо просто знать, когда садить. Кстати, Александр является очень точным источником информации в этом направлении. Я еще хотел добавить, что в Москве прямо недавно... Спасибо. Чуть-чуть отодвинем, да. Очень грустно. В Москве прямо недавно переделывали одну улицу в пешеходную и прямо туда завезли крупномерные деревья и они прижились, все здорово, растет, красиво. Это, Александр, какие должны быть деревья? Ну, то есть, что приживается, что у нас такое не капризное? Чтобы они не умерли, как эти ели. Мы бы сдержались бы на этапе гемплана от предложения конкретных растений, да, все-таки этим должны заниматься специалисты-дендрологи. Но они есть. Конечно, они есть. Специалисты? Нет, и специалисты тоже должны быть, ну, предполагается, по крайней мере, деревья есть такие. Деревья, конечно, есть. Есть деревья, кустарники, разнотравья, любые формы травянистые. Они по карману бюджету? Ну, давайте вот посмотрим конкретный пример. Вот если говорить о замене, например, заборов, там, оградок, да, на кустарник, то одна секция забора стоит 5000 рублей. Плюс еще установка. Ну, предположим, столько же. То есть, 10 тысяч рублей. Каждый год их еще праздник. Вот в розницу я ходил в последние выходные покупать саженцы кустов. Куст кизильника стоит 400 рублей в розницу. Я думаю, что город мог бы там за 350-300 легко договориться об оптовой посадке. То есть, ну, представьте, там, длина секции забора полтора метра. Плюс-минус. На полтора метра, даже если купить... Три куста. Три куста, там, хоть 10 кустов. Денег хватит. И высадить их никакой нет проблемы. Транши роются механическим способом, легко, там, с перевлечением техники. То есть, это нужно просто вырыть яму, закинуть туда кусты и полить. Элементарно. В сто раз проще и много раз красивее. А какие в итоге предложения внесли по паркам, ну, по зеленым зонам? По зеленым зонам мы в первую очередь опирались на доступность. То есть, наше основное предложение было при, так скажем, принятии о использовании участков под аварийным жильем, например, если в районе, в котором предполагается снос аварийного жилья, плотность населения высокая, там обустраивать зеленую зону. Если, наоборот же, в каком-то из районов плотность низкая и зеленых зон в достатке, то там планировать уплотнительную застройку. У нас в этом плане, так скажем, город берет ошибочный курс и строит районы в полях. Конечно, там делать это удобнее, но за счет этого возрастает очень сильная нагрузка на инфраструктуру. Это в дальнейшем в эксплуатации очень дорого. Это несет на себе большие социальные риски в дальнейшем по составу населения, по досугу, как он, маятниковая миграция, опять же. У нас большой потенциал есть по уплотнению. Можете какие-то конкретные места, микрорайоны, в пример, привести? То есть, вот где лучше уплотнить, а где можно сквер разбить? У нас буквально последние там пять лет появилось несколько микрорайонов. Это и чистые пруды, и метроград, ну, вот, наверное, такие, и солнечный берег. Вот, ну, представьте, какие вообще есть рабочие места в солнечном береге, как там люди живут. Это чистой воды и спальный район. Там имеются только магазины, там небольшая набережная. В принципе, все, весь досуг. Хочешь работать, есть центр. Хочешь по магазинам, есть центр. Ну, сейчас пытаются завести туда некоторые магазины, некоторые объекты инфраструктуры, но все очень сложно. Будем... Не магазины там есть, но небольшие. То есть, крупные. Нет, есть Макси там, по-моему, открылся. Да, на дорогах. Вы слышали, сколько первых классов посетила школу в чистых прудах? Больше десяти первых классов там создано, поэтому это точно говорит о том, что перенаселен район, и стоит создавать там... В общем, правильно говорит Александр, что стоит на месте ветхого жилья создавать, не только строить новые дома, но еще и можно рассмотреть их как создание зеленых зон. А я правильно понимаю, что основной, вообще, ну, самым первым шагом, который вы предлагаете, это все-таки вот пересчитать те самые зеленые зоны, которые у нас есть вообще. Да, большая проблема со статистикой, и вот я уже ранее упоминал, что на самом деле генплан можно выполнить чисто на бумаге, просто переводя участки из назначения в назначение, делая по ним какие-то там дополнительные отчеты, по факту можно выполнить генплан просто не приступая к никаким работам, не считая моста там, каких-то таких вещей, которые заложены капитально. И, опять же говорю, нашим основным предложением было пересчитать, посмотреть там, где нужно уплотнить и исходить из принципа доступности, чтобы каждому горожанину была доступна в 10-минутной пешей, скажем, прогулке какая-то зеленая зона, сквер, парк, аллея. Может быть, не очень большая, но тем не менее, чтобы она была... Ну, смотрите, вот к вопросу о размерах, да, не очень большая. То есть, в принципе, сейчас вот эта вот малая форма сквера, три дерева, две скамейки, ну, то есть, очень распространена. Чего начинался проект 30 скверов как раз, да, с того, что пусть это будет небольшой какой-то кусочек зеленой территории, да, но она должна быть, да. Но! А большое-то что-нибудь планируется? Маленькие-то скверы, конечно, хорошо, но... Хочу сразу здесь взять слово и на обсуждениях мы напомнили экспертам и жителям города, что самыми большими общественными пространствами и протяженными являются городские улицы. И транспортная функция на них не единственная. Там должно присутствовать и озеленение, или какая-то общественная жизнь. Вот даже взять там с ребенком, идем в парк гулять. Вот идем даже в парк, так мы по дороге в парк проводим больше времени с ним, чем внутри парка. И мы хотим по дороге тоже себя ощущать комфортно, быть защищены от дождя, от палящего солнца, иметь возможность присесть отдохнуть, если мы устали, да, в городе ведь живут не только молодые, здоровые мужчины, живут и бабушки, и дети. И маленькие, да, маленькие дети, которым тоже надо присесть. Я могу вот такую мысль высказать, что зеленая зона города, она должна не быть распределена точечно, а пронизывать весь город, когда люди, выходя в поток города, попадают в эту зеленую зону и путешествуя по ней, могут дойти в любую точку. Это идеальная картинка какая-то просто возникает перед глазами, я боюсь, что она, ну как бы в ближайшие там несколько лет, наверное, недостижима. Но план же до 40-го года, это не значит, что завтра мы получим то, что мы там написали, но мы должны двигаться в правильном направлении и принимать к этому какие-то осознанные шаги, которые будут нас приближать к целевой картинке. Ну вот смотрите, вот эти зеленые зоны, которые вот вокруг Кирова, вот вы про эти пять секторов, которые вы говорили, ну то есть в принципе это ведь тоже неплохо, чтобы было какое-то место, куда ты можешь выехать и почувствовать себя, ну условно за городом. То есть с одной стороны вроде бы это в транспортной доступности. Это доступно, во-первых, не всем группам населения. То есть у нас забывают про то, что пожилые люди, люди, которые по каким-то причинам, например, не могут позволить себе купить автомобиль, да, или за город выехать на такси на том же. Они просто оказываются отрезанными от этой услуги, от этого досуга. Ну то есть получается, я к чему спрашиваю, что в Генплане-то упор сделан именно на эти места и нет ничего в городе или это просто как дополнительные территории? Мне кажется, в Генплане это эти территории, они как территории, которые создают там процентное соотношение зеленого и не зеленого. То есть они есть по процентам вроде бы, все соответствует нормативам, но на самом деле они не доступны. Помимо этого, они создают, конечно, зеленый щит вокруг города, который тоже нужен. И в этом плане мы не возражаем против того, чтобы там были и лесные массивы, и крупные парки, и какие-то заповедники такие, как Заречный или Порошинская там части. Но все-таки это не те места, которыми горожане будут пользоваться ежедневно, еженедельно. Это все равно, так скажем, больше какая-то туристическая, это нужно туда специально добираться, специально какие-то сценарии, возможно, событийные, паломнические, то, что вот было озвучено в Генплане. Но это не послужит, так скажем, на пользу, улучшению ежедневной жизни горожан. Есть еще один момент, на который внимание, кстати говоря, обращало правительство, да, и, по-моему, Александр Чурин тоже у нас в эфире об этом говорил. Это вот две зеленые зоны, достаточно крупные в центре города. Это парк возле Дворца Пионеров и парк возле ДК Железнодорожников, у которых не самый понятный был обозначен статус в Генплане. Объясняли это разработчики тем, что зоны тех объектов, которые там расположены, имеют точно такой же статус. Вы этот вопрос как-то будете поднимать, тоже акцентироваться на нем или нет? Мы его поднимали, и администрация уже озвучила по нему свою позицию, рассказали подробно, как межуется там земля и что предусматривается. И в этом плане, если они выполнят, так скажем, то, что обещали, то вопросов по этим объектам А там какое решение? Отделить парки от объектов? Там существует и муниципальная земля, и областная земля, и основной вопрос... Вроде бы тоже не очень довольны этим вопросом, и, наверное, тут с ними можно легко идти, да. Да, существует, в общем, предположение, что эту землю разделят на два вида назначения пользования. На мероприятии присутствовала Татьяна Вениаминовна Горра, и она все помогала нам, ну, помогала лаварировать в вопросах, и комментировала наши предложения, вдруг мы совсем странное предложение делаем. Приземляла вас, да? Ну, как бы, конечно. Так. И, по-моему, она сказала, что тоже ведется дискуссия, и совсем непонятно, как действовать с этими зонами. Естественно, мы как... Мы бы хотели эту зону отдать под парк, и причем парк логично было бы там осуществить, и построить, и, наконец-то, сделать там все объекты, которые должны находиться в парке, разработать массу сценариев. И, вот, возвращаясь к тому спикеру, которого вы цитируете, предложение, например, размещать какую-то военную технику в парке, нам не нравится кардинально. Это мы говорим о предложении Александра Чурина сделать музей из военной техники под открытым небом на территории Дворца Пионеров. Вам не нравится? Конечно. Почему? Сама милитаризмная демантика? Зачем милитаризировать население? Вообще, зачем военная техника в городе? Почему горожане должны ходить и смотреть на танки? Окей, это наша история, мы все знаем, что эти танки были. Танк стоит в городе... Он один, к нему никого не подпускает. Представьте, что ребенок залезет. Вы знаете, как быстро приедет полиция? Я считаю, что мы бессмысленно спекулируем на теме прошлых побед. Победы нужно делать сегодня, а не вчера. Вот достижение правильных целей, прописанных в генплане, мы бы могли отметить как раз установкой какого-нибудь монумента рабочей команде, которая смогла это сделать. На данный момент такой команды мы, к сожалению, не видим. И хотели бы, чтобы как раз вокруг активистов, вокруг экспертов и вокруг заинтересованных чиновников это движение начало все-таки какую-то реальную деятельность. И здесь мы надеемся все-таки, что с чиновниками, как с жителями города в том числе, они ведь не просто... Но они тоже горожане, конечно. Они тоже горожане, мы должны оказаться на одной стороне, и что наши предложения будут просто по-человечески поддержаны и рассмотрены с точки зрения и улучшения их жизни. То есть в первую очередь они ведь тоже заинтересованы в том, что мы предлагаем. Давайте от зеленых зон уже перейдем плавно к... А я даже предлагаю, может, не совсем плавно. Я вот, насколько понимаю, у вас предложение это было создать где-то рядом с городом Кировом некий парк деревянного зодчества? Или это путаю? Это не у меня паши? Оно звучало в нескольких группах. В обеих группах. Как раз у нас было общее предложение, так случайно совпало. Это даже у нас, как у хранителей древности, прозвучало деревянное архитектурное зодчество, так как один из членов нашей группы, Елена Кустова, она часто ездит в экспедиции, то есть она не поднаслышке знает, сколько на самом деле древностей есть, которые можно еще спасти, можно перевезти, можно из них сделать целый исторический парк. То есть просто деревянный дом где-то в области, где находится, тихонечко разбирается, аккуратно переводится. Мы не стали ограничивать это только деревянным зодчеством, там вообще в целом мы сделали акцент на историко-культурный музей, то есть там... Это что-то типа этнопарка, да? Да, этнопарк, то есть там прозвучали предложения со стороны группы застройки, что какая-то этническая деревня, архитектурное зодчество, то есть какие-то еще историко-культурные элементы, то есть концепцию можно разработать очень крутую. Вопрос в том, что у нас не предусмотрено для этого место, то есть как раз мы в генплане хотели заложить какую-то зону, где можно было бы такое место предусмотреть, а под него требуется достаточно много места, и она должна быть как-то увязана с городом, то есть туда должна быть транспортная доступность хорошая, поэтому мы предлагали как раз создать место, а концепция, это уже вопрос, наверное, второй. Александр, а ведь не противоречит вот эта концепция размещения этнопарка концепции озеленения, то есть условно говоря, в Заречном парке какой-то кусочек отдать под вот такую этническую деревню или этническую какую-то безумевозможность? Заречный парк для этого не подходит? Заречный парк подтопляет, и там нужно строить определенную структуру, которая подходит для пользования. И там более-менее такая уже устоявшаяся экологическая зеленая зона. Лучше не трогать. Да, то есть нужно какое-то открытое пространство, зеленая зона мог быть рядом, но для парка нужно какое-то или поле такое, что открытое пространство, не будем, чтобы там рубить лес. Ну понятно, а есть варианты какие-то? То есть вот вы на генплане там какой-то кусочек видели или нет? С точки зрения того, что это все-таки событийный туризм, и скорее всего он будет привлекать в первую очередь иногородних, так скажем, туристов, было бы, наверное, логично в сторону аэропорта куда-нибудь разместить. Если есть там земля просто свободная, мне вот, я честно говоря, не уверен, если там участки. Это вопрос к генплану, то есть провести ревизию, посмотреть, где вообще возможно это разместить. Что-то может быть уже в Кирово-Чепецком районе, где-нибудь около Посегово, я не знаю. Ну вы знаете, у нас с землей как, вот Кватус стоит, и как бы... И с землей вот так у нас. На самом деле, если поискать земельных участков, море, просто какие-то находятся в областной собственности, какие-то в собственности Министерства обороны, в собственности прокуратуры, у нас же много собственников потенциальных, возьмите, пожалуйста, рядом с нами у Ленинского суда квартал целый. Что там могло бы быть? Огромный участок земли, военные части у нас разрезают город целыми там не по два, по три квартала крупных. Ну вот у соседей у наших в Ибе есть достаточно интересный этнопарк. Под Темриком воссоздана практически там, не знаю, натуральную величину казачья станица, тоже очень интересно. Я с Токолема сканцом уже не буду вспоминать, но там тоже это не в центре города. По Дыжевскому есть эта деревня. Сейчас все города Казмодемьянские есть. Делают это. Но потому что сейчас остается все меньше и меньше того, что было когда-то построено именно на улицах, в реальной застройке, в реальной городской среде, а сохранить хочется. И вот кому хочется сохранить? По зодчеству есть отличный пример, допустим, в Архангельской области, да, Малая Карелая, и прозвучало в комментариях замечание, что вроде там вот там есть что сохранять на русском севере, а у нас уже и нечего. А на самом деле огромное количество и в северных наших районах области, и на границе с Коми, и вообще по области достаточно много еще чего сохранять. Просто не все об этом знают, то есть это публично не сильно озвучивается. Нам нужно прерваться на полторы минутки, а потом мы еще продолжим и поговорим, наверное, уже о древностях внутри города. Я тоже это слышал. Ну, выходим. У нас тут горячее обсуждение в перерыве тоже продолжается. Роман Боков, Александр Ливанов, Дмитрий Журавлев. Говорим об обсуждении фондом «Городские проекты», геймпланы города Кирова и говорим сейчас с точки зрения сохранения исторического наследия, исторической среды. С Дмитрием Журавлевым, представителем Том Суэрфеста. Если мы говорим об исторической застройке в центре города, те предложения, которые звучали от вашей группы, вот коротко мы можем их озвучить? Основные? Вообще, когда дело касается исторического наследия, слово «коротко» это не очень местно. Но на нескольких моментах попробую остановиться коротко. Момент первый, то, что мы увидели, когда рассматривали генплан, то, что не было проведено какой-то экспертизы существующего состояния дел, ревизии, что у нас вообще с культурным наследием сейчас. Весь генплан был написан на основе материалов предыдущих исследований, то есть 91-го, 2013-го года. Такое ощущение, что никто на самом деле в Киров не выезжал, не смотрел, не особо интересовался, просто как бы взяли и переписали. А в генплане вообще должно быть отмечено или как-то там прописано, зафиксировано, что вот это здание там старше 50 лет, старше 100 лет? Такие перечни в генплане есть, но даже по первой прикидке мы посмотрели, они, во-первых, не полны, во-вторых, там даже включены какие-то объекты, которых уже нету или не добавлены объекты, которые недавно были включены в культурное наследие. То есть объекты не полны, взяли просто материалы и перенесли. К чему это ведет? То есть, если мы не знаем то, что у нас на самом деле сейчас есть, не проведена ревизия, максимум, что проводилось вообще в предыдущие годы, это историческо-культурная экспертиза. То есть представляют объект ценность, не представляют. Совсем не проводится техническая экспертиза, то есть в каком они реально состоянии, что с ними можно сделать, целесообразно ли вообще его восстанавливать, сколько это будет примерно стоить, можно ли это сделать или его лучше законсервировать. Вот пример с приказной избой, то есть она находится реально в аварийном состоянии и еще немного ее может просто уже не быть и пока мы думаем, что с ней делать, она может просто пропасть. культурная экспертиза была, технической не было. Второй момент касательно уже наших предложений. То есть сейчас, грубо говоря, с историческим наследием складывается такая картина, оно инородное тело в городе. То есть мало кто его хочет видеть, никто не понимает, что с ним сделать. У нас много охранного законодательства, которое на самом деле даже мешает восстанавливать памятники во многом. И получается, что что-то с ним сделать, с культурным наследием довольно сложно и с бюрократической точки зрения, и с технической. То есть это уже не просто ремонт, реконструкция, там зачастую реставрация, это отдельное лицензирование и так далее. Поэтому и в этом генплане было такое сквозная нить всех предложений просто сохранять. Как сохранять, конкретики нет, но просто сохранять. Ну ладно, мы это трогать не будем, пусть стоит, да? Да, получается, что просто как бы оно стоит и пусть стоит. Мы вот с ним ничего сделать нельзя, пусть просто стоит или как-то сохраняйте. Вот. Мы же предлагали идти по другому пути, то есть используя успешный опыт других городов и других стран по пути приспособления. То есть историческое наследие надо ему давать вторую жизнь. То есть это не значит, что мы там просто все снесем и на этом фундаменте построим новое, ну и просто как бы стоять с ним ничего не делать, то есть оно само разваливаться под дождем, под снегом и просто подождать, пока само упадет, это тоже не выход. Здание историческое нужно, во-первых, приспосабливать под что-то, под какое-то новое функциональное использование, во-вторых, встраивать в городскую среду. Вот как раз если вопрос приспособления здания это больше вопрос уже именно технических каких-то экспертиз и в разборах с собственниками и так далее, то вопрос встройки исторического наследия в город это как раз вопрос генплана. Поясню на конкретном допустим примере. То есть вот у нас город разделен на территориальную зону, то есть там общественная, деловая, застройка, жилая, стройка и так далее. Чаще всего по кварталам. В каком-то квартале есть объекты культурного наследия, то есть они просто как-то выделены, у них есть какая-то защитная зона, у кого-то нет и они в этом квартале, как вот еще раз повторюсь, инородное тело, то есть они никак не встроены. То есть есть деловая застройка, есть в нем два объекта культурного наследия, которые сейчас используются как под коммуналку или под что-то еще, или просто стоят. И они в этой деловой сроке никак не участвуют. То есть мы бы хотели, чтобы как раз с помощью экспертиз, ревизии можно было определить, а можно ли вот это здание функционально встроить именно в этот квартал. Если в квартале много исторических зданий, то как определить, а как они сейчас используются? Под что там? Под жилье, под коммуналку, под офисы, под кафе, под гостиницу? И как их можно использовать именно в связи с кварталом, то есть в связке с кварталом, с назначением всего квартала. Мне кажется, по ощущениям, это новый генплан, какой-то отдельный должен по таким зданиям быть. Нет, достаточно нет. Нет, генплан немного регулирует эти вопросы. Как раз вот генплан-то и должен регулировать, потому что сейчас получается, что отдельное историческое наследие без связки с городом рассматривать нельзя. Его нужно именно встраивать и поднять, и с транспортом, и с озеленением, и со всем. А вот этот генплан, вот именно в разделе исторического наследия, он выглядит как лоскутное одеяло, просто разные лоскутки просто сшили, выглядит пестро, выглядит как-то несвязанно и непонятно перспективы. То есть вот как раз генплан направлен должен быть на развитие. То есть про сохранение мы какие-то слова увидели, а про развитие нет. То есть там вообще нет никакой идеи, а как дальше развивать историческое наследие, как это старое здание, как их можно использовать и что с ними дальше делать. То есть просто, ну, есть памятник, есть путь, он как бы стоит себе, сохраняется. А использовать в городе нельзя. И получается, это тоже довольно сильно разрывает застройку, разрывает генплан, разрывает связь кварталов. То есть это первый момент. И второй момент, то что вот даже в туризме, в разделе по туризму, там много указывается, что исторический город, много исторических зданий там, пешеходная должна быть, маршрутная сеть, привлекательность для туризма. Но вообще-то с историческим наследием никак не увязано. То есть если наши туристы придут в город, посмотрят, они не увидят это историческое наследие. То есть понимаешь, что это вопрос комплекса, не только генплана, да, что это и реклама, и там провода торчат, и благоустройство, и все. Ну вот как раз... У них даже маршруты разработанного пешеходного, я так понимаю. Они как бы есть в общих чертах, то есть ничего конкретного. То есть они, маршруты, ну как бы люди просто будут ходить, но нет следы. Нет следы, то есть квартальная застройка, то есть которая предлагается генпланом, да, то есть решение, которое по развитию кварталов, они в себе не содержат какого-то развития именно пешеходного маршрута по историческим местам. Ну вот я скажу просто вот с проблемой, с которой я обычно сталкиваюсь, когда кто-то приезжает и ты ведешь его по городу, это даже не отсутствие какой-то там пешеходной улицы как таковой, да, по которой ты вначале где-то пошел и в конце закончил. То есть вот разрывы между кварталами, да, то есть ты понимаешь, что ты хочешь пройти отсюда туда, а вот между здесь и там ничего нет. И получается, что ты здесь людей провел, потом да, сейчас мы сделаем небольшую перебежку, тут ничего не будет, пойдем вот в это место, то есть нет какого-то вот единого, чтобы ты шел и везде что-то было, ты везде мог что-то показать, где-то сесть, отдохнуть. Можно дополнить, здесь вопрос не только в отсутствии маршрута, а в отсутствии какого-то, но и в использовании этого. Вот взять, например, архитектуру, которую нам оставил дома Чарушин. Можно на них посмотреть, там даже будет маршрут, мы можем пройти мимо них. А как мы с ними еще можем повзаимодействовать? То есть они как точки притяжения не выступают? Дворецкого, Букова, пожалуйста, внутри ФСБ не зайти никак. Идем дальше там. Но они просто есть. Да, сам дом Чарушина, там условная коммуналка, ты же не можешь людям вновить. Ну, это договариваться с жильцами, но не каждый сможет, и жильцы тоже, наверное, на это не пойдут. За уклон дом Тепляшины, хорошо, там закрытая дверь, вот ты подошел, посмотрел, дальше-то что? Как взаимодействовать, как они включены в среду, вот то, о чем говорил. Да, то есть не включены, тут опять же, я повторю, что это вопрос не только генплана, но когда заходит разговор о том, что надо что-то делать, обычно люди кивают на то, что вот она федеральная законодательство запрещает, а у нас вот законы такие, а у нас вот нормы здесь такие, мы не можем это сделать. Ну, раз мы не можем это сделать, ну, очевидно, что надо, значит, нужно менять нормы. А нормы начинают менять с чего? То есть какой-то основополагающий. Генплан – это такой программный, стратегический документ. Если мы не будем сразу вот эти вещи закладывать в виде идей, концепций в генплан, то когда его приймут в следующие 20 лет, никто это делать не будет, потому что с генпланом не предусмотрено, как бы, зачем? Давайте три минутки осталось, может быть, какие-то общие моменты, которые были озвучены. Так, у нас есть звонок. Звонок даже есть. Будем его принимать. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Владимир. Вот, хотелось бы всем участникам вот вашей беседы высказать большое спасибо за то, что вы делаете. Вот. И обратите еще внимание такое вот чистоту в городе и в ближ... Ну, вот вдоль поймы речки там. Я очень, не так сказать, редко бываю в городе, но вижу всю эту грязь возле речки. Как-то вот входит ли вот эта чистота сохранения наследия нашего? Вот, допустим, взять старый порт. Там ведь в старом порту, ну, так скажем, помойка какая-то на сегодняшний день. Сервисы и грязь там, и все здания рушились, и все это в нерабочем состоянии. Вот, может, еще... Да, Владимир, спасибо большое. Сейчас спросим наших гостей. Да, спасибо. Я бы даже, наверное, может быть, несколько расширила вопрос. Вот эти вот мини-пром-зоны внутри города, да, которые создают вот некий, правда, хаос, где-то даже грязь, что-то вот с ними, как поступать? В генплане заложено как раз вот то, о чем говорил звонящий, как раз водоохранный, все моменты, они заложены. Здесь вопросов нету к генплану. Но как раз вот релокация каких-то крупных предприятий, ну, включение этих территорий в городскую среду, там озвучено, к сожалению, не было. Мы за это ратуем и в первую очередь предлагаем смотреть на эту концепцию с точки зрения охраны окружающей среды. То есть многие территории, они под существующие нормативы по, так скажем, защитным экранам и, так скажем, влиянию на окружающую среду, они, скорее всего, не будут проходить, и город должен зацепиться за эту возможность с тем, чтобы, так скажем, мотивировать собственников искать себе другие помещения. В конце концов, у нас построены пустующие технопарки, это замечательная, мне кажется, возможность, наш шанс, просто огромное, огромное пространство внутри и в центре города включить в активную, скажем так, застройку использования. Ну, хотя бы с чего-то начать. Понятно, что мы не можем взять и завтра перенести куда-то ОЦМ, но вот какие-то шиномонтажки, которые, правда, расположены вдоль русел малых рек, я думаю, что вполне их можно куда-нибудь подвинить. По поводу порта Пристонской, это как раз вот один из наиболее позитивных сценариев, который заложен в генплан. На наш взгляд, единственное, что он не предполагал дохождение маршрута, он шел от нового моста и предполагалось, что его завершение в районе... Да, мы предложили, единственное, что мы предложили в этом плане, это замкнуть все-таки с Нововятской набережной, чтобы была цельная пешеходная велосипедная зона вдоль всей реки, чтобы люди могли, скажем, не просто прогуляться, а сделать какое-то небольшое путешествие. Ну, это ничего сложного на самом деле нету. Как раз в данный момент активисты городских проектов занимаются расчисткой Ежевских озер и уже потихоньку приводят эту зону в порядок. Прерваться, к сожалению, нам уже пора на новости. У нас, я вижу, просто что не договорили у нас, да, Едмитрий Иванович и Роман. Ну, я думаю, мы еще раз соберемся, у нас остался еще транспорт, застройка, поэтому... Спасибо большое, да, к сожалению, вынуждены завершаться. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова